всем привет дорогие друзья с вами александр и сегодня мы поговорим с вами о новиночке от компании бритокс ремер моделька у нас называется страйдер м это колясочка которая дополнила очень хорошо известную популярную модельку бриток со смайл 3 смайл 3 прекраснейшая коляска которая закрывает 99 процентов нужд которые перед ней ставят но она них не всегда всем нужна такая вот вседорожная поэтому есть вот такой вариант более чуть-чуть городской чуть-чуть полегче чуть чуть по маневренее в общем их нужно в лоб в лоб сравнивать и кстати видео сравнение будет буквально на неделе у меня на канале поэтому подписывайтесь на канал и поставьте лайк этому видео спасибо вам заранее вот и заодно мы сразу в том виде сравнимых лоб в лоб а сегодня я отдельно вам расскажу именно об этой колясочке два в одном будем рассматривать комплектацию сегодня вот мы в сером цвете и и будем с вами лицезреть в двух словах технические характеристики вам назову чтобы к этому не возвращаться это немцы если что бритокс два года дает производитель гарантию далеко не все дают два года это хорошая длительная гарантия говорящая о том что здесь все в порядке с качеством смотрите вес с люлькой здесь 10 и 4 килограмма и сиденьем тоже 10 и 4 килограмма и чтобы вы понимали 10 и 4 килограмма это вес обычной книжки прогулочки а у вас вот такая полноразмерная колясочка молодцы наклон у нас в прогулочном блоке 120 170 это я вам покажу с рождения до приблизительно 4 5 лет можно эту колясочку использовать и здесь кстати 60 сантиметров колесная база в любой лифт заедете за это не переживайте размер люльки кстати 74 на 31 глубину и коляска выдерживает вес ребенка 22 килограмма это такие краткие характеристики снизу в описании к видео есть ссылка на эту коляску магазин ферст баги после обзора переходите сейчас не нужно и там все точные технические характеристики если в видео вам понравится краска сразу можете заказать соответственно сверху вниз пойдем изучать начнем с люльки ей вы в любом случае начнете пользоваться первыми и сразу скажу про ткани бриток стример они делают всегда не какие-то супер премиальные ткани они делают их и плохими вот них такие хорошие качественные по цене качества материалы которые тактильно приятные гипоаллергенные они не раздражают они износостойкие поэтому вот все что нужно вы в этих тканях получите тактильно действительно они классные вот в козырьке у нас вы видите есть вот такая вот ручка транспортировочная такая толстенная в к коже ручка это тоже в к коже бампер на прогулочном блоке тоже в к коже чуть позже увидим прогулочном в козырьке в люльке у нас есть дополнительный козырек вот такой который можно убрать внутрь при необходимости или выдвинуть опять же при необходимости комплекте есть вот такая вот накидка на ножки ребенка полностью закрывать с борт бортиком чтобы ему меньше задавало и давайте посмотрим на козырек у нас с обратной стороны здесь у нас есть вот такая вот система можно открыть и здесь будет моски . для проветривания на липучке все это фиксируется и держится теперь давайте я опущу козырек вот так это делается с помощью нажатия кнопочек по бокам и давайте заглянем внутрь вот у нас получается 74 31 это абсолютно нормальный размер любой ребенок даже очень высоких родителей сюда поместится некоторые люди просто особенно кого первый ребенок это как там ребеночек поместится он не школьников рождается поэтому господа и дамы все хорошо не переживайте поместится также у нас здесь есть вот такой вот матрасик достаточно мягенький толстенький все хорошо вот ребенку в общем все хорошо я младшего тоже катал бритоксе и прогулочкой пользовался при таксадо с длительный период со старше и с младшим поэтому ничего плохого вообще не могу сказать про этот бренд сам прошел через это поэтому и рекомендую давайте с ними посмотрим на основании также мы видим здесь четыре ножки что очень важно чтобы ставить и не думать что там что вы запачкаете порвете и тому подобное в общем люлька как люлька полноценная полноразмерная под все задачи так давайте сейчас с вами я поставлю прогулочный блок и мы с вами посмотрим на него вот собственно как он выглядит я вам говорил что здесь ручка у нас тоже из эко кожи естественно реверсивный блок само собой да понимаете это и по ходу и против хода можно ставить козырек козырек в бритоксах что в смайле что в этой коляске сделан большим я вот очень большим и как в люльке у нас есть смотровое окошко с москиткой все хорошо так давайте покажу подножечку подножка у нас тоже естественно с возможностью регулировки это штатно и везде это естественно есть все нормально что мне нравится то что спинка жесткая высокая и 120 градусов не сильно завален ребенок назад такая более-менее капитанская посадка это многим родителям важно на самом деле сейчас и здесь это есть мягкие накладки есть только на плечевой зоне плоховой зоне нет бампер у нас как калиточка откидывается чтобы можно было удобно сюда сажать ребенка с этим все хорошо давайте теперь посмотрим как наклоняется у нас пинка вот соответственно вот это у нас спальное положение и ребенок видите он очень глубоко получается находится и очень хорошо закрыт просто нужно будет в комплекте не идет насколько я помню накидка на ножки здесь адаптеры для установки автокресла люльки будут в комплекте те но накидки на ножки к сожалению нет ее можно будет купить как доп опцию и зимой спокойно ребенок здесь закрытый никуда не дует максимально все закрыто так давайте теперь посмотрим на кстати вот как регулируется она спинка с помощью ручки не не ремешки так у меня 186 рост мне почти все ручки нормально подходят но чтобы вы понимали проецировали да на себя здесь очень широкий диапазон регулировки ручки поэтому под любой рост можно отрегулировать вот эту ручку она выполнена из экокожи с прострочкой и из опыта своего могу сказать уже получается шесть лет подряд юзали бритаксов скую коляску и вот эко кожа она вообще не изнашивается но видно что она как бы да уже чуть-чуть блестит ну кому он столько лет такой нещадно в режиме эксплуатации можно простить так давайте теперь посмотрим на 6 колесики у нас резиновые амортизация есть у нас везде причем действительно хорошая мягкая рабочая амортизация так давайте теперь заглянем с вами вниз и посмотрим на колеса колеса у нас здесь полиуретановые она поэтому и легкая такая колясочка и такое огромный огромный плюс этой коляски это огромный огромный и и багажник шикарным доступом могу по себе сказать вот многим это не надо но лично в моей семье багажник это неотъемлемая часть эксплуатации коляски поэтому вот вот стопроцентно бы нас он устроил нас бритакси губик 2 если кому интересно были такие коляски вот что подобное вот с багажником и мы оценили на миллион процентов нам все нравится соответственно здесь практичность очень на высоком уровне так давайте теперь посмотрим как колясочка складывается и я попробую сложить ее непосредственно с прогулочным блоком и посмотрим складывается ли она в таком режиме вот так это выглядит подножечку вот так вот мы опускаем и вот так вот можно поставить соответственно как по мне это прекрасный результат для такого рода коляски вместе с блока можно сложить в смайле тоже с этим все в порядке сравнительном видео которое чуть позже выйдет на канале вы это увидите и уже соответственно определитесь какую из этих двух колясок вы бы хотели выбрать так давайте теперь поднимем ее где у нас фиксатор вот он внутри ножичку так сделаем вот соответственно в принципе все с вами разобрали все посмотрели и давайте такое вот короткое мое мнение которое вы уже наверно поняли какое у меня будет потому что я так как конкретно эксплуатирую эксплуатировал уже выросли немножко детки бренд бритокс и мне очень нравится мне вообще претензий нет у нас очень жесткая эксплуатация от снегов до жары и брусчаток и тому подобное и общем не жалея вообще коляску и иногда обязательно обслуживание естественно не забываем и эти коляски показали себя как нельзя лучше поэтому я вот из своей колокольни вам рекомендую потому что сам прошел через использование этим брендом колясок и мне нравится соответственно цена у этих колясок учитывая эту компанию гарантию качество очень-очень адекватная поэтому без проблем внизу напоминаю ссылка на первую коляску есть магазин собственно я заканчиваю если видео полезное было интересно ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы увидеть кстати сравнение со смайлом а вам хочу пожелать взять хороший выбор грамотный коляске для вашего ребенка и удачи пока